Всем привет! Это дядя Паша и еще один выпуск, посвященный реорганизации данных в модели. Реорганизация данных это то, что мы делаем, когда сделали ошибку, забыли создать структуру данных. Либо создали ее, и она нас не устраивает, мы поняли, что сделали не то. Мы пытаемся перекомпоновать модель таким образом, чтобы она была правильной с точки зрения данных. Сегодня речь пойдет о реорганизации операций. Допустим, мы что-то делаем, моделируем. Опять будет какой-нибудь корпус, такой вот несложный. Делаем прямоугольник, делаем операцию Extrude. Я намеренно делаю много операций, чтобы у нас наполнился таймлайн, чтобы было на чем показать. Затем Shell. Так-то вообще, конечно, корпус можно было делать и проще, просто операции Box. Делаем Shell. Затем решили, что нам бы неплохо скруглить углы. Вот эти. Так. Выбери меня, выбери меня. Так, зададим большой радиус скругления. Например, 4 мм. Потом продолжаем. Отделяем заднюю часть корпуса. И тут вдруг понимаем, что неплохо было бы скругление сделать до операции Shell, чтобы вот здесь внутри у нас тоже было скругление. Потому что этот корпус мы будем печатать на 3D принтере. И, собственно, это можно сделать. Для того, чтобы решить эту проблему, мы можем сделать очень простую вещь. Мы можем в таймлайне просто перетащить операции так, чтобы они шли в правильном порядке. Мы берем операцию Fillet, перетаскиваем ее влево до операции Shell. Отпускаем. И все происходит предсказуемо и ровно то, что мы и хотим. Сначала выполняется операция скругления. Я сейчас откачу тайммаркер. Сначала делается операция скругления. Затем операция Shell. То есть мы добились того, чего нам нужно. Вы можете поэкспериментировать и увидите, что такое перетаскивание работает не всегда. Потому что у операций в таймлайне существует зависимость. Например, что происходит в данном случае. Сейчас разберем поэтапно. Создается эскиз Sketch 1. На основе Sketch 1 создается тело Body 1 при помощи операции Extrude. Операция Extrude зависит от эскиза. Скетч номер 1. Поэтому операцию Extrude мы не можем перетащить в таймлайне левее, чем операцию создания скетча. Между этими операциями установлена зависимость. Extrude зависит от эскиза. Затем создается скругление. Это операция модификации тела 1. Филет зависит от наличия тела Body 1. Соответственно, операцию Филет перетащить в таймлайне раньше, чем было создано тело Body 1, мы не можем. Затем происходит модификация тела Body 1 при помощи операции Shell. То есть Shell тоже зависит от создания Body 1. Поэтому Shell и Филет мы можем перетаскивать в таймлайне, но и мы не можем их утащить раньше, чем было создано тело Body 1. Вот такая зависимость. Затем происходит операция сплит. Сплит создает два тела. Опять же, сплит зависит от наличия тела Body 1. Это раз. А во-вторых, для операции сплит нужна грань. Грань. Нужна та грань, которую мы используем в качестве инструмента разделения. Соответственно, операция сплит должна идти после операции Shell, потому что именно Shell создала вот эту заднюю грань. Ну вот в данном случае задняя грань уже создана операцией сплит-бади. А до этого задняя грань, вот эта внутренняя, создается операцией Shell. Поэтому порядок такой, Extrude, затем Shell, затем сплит-бади. Мы можем попробовать утащить филет дальше, чем сплит-бади. Да, это все работает. Это все работает, причем в данном случае, смотрите, что происходит. Филет уже начинает работать не на одном теле, не на Body 1, а сразу на двух телах Body 1 и Body 2. Скругление получает оба тела. Это, кстати, интересное поведение. И даже немножко странное, потому что филет зависит от тела Body 1, а в данном случае туда добавляются еще и Body 2. Ну вот так. Вот такая небольшая подсказка по реорганизации данных. Можете поэкспериментировать на своей модели. Понимание того, как операции зависят друг от друга, очень полезно и позволяет строить модели с хорошей, правильной организацией данных. В следующих выпусках мы рассмотрим, что делать, если мы создали неправильную структуру компонентов, как с этим быть. Пока-пока. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»